Моя работа называется «Не судьбищенская битва», а называется она «Героям судьбищенской битвы посвящается». Поэтому героем моей картины является человек, конкретный ратник. Почти 21,5 квадратный метр – это размер картины. Сейчас она занимает целую стену в мастерской ее автора Анатолия Костянникова. Не зря ведь говорят, масштаб некоторых событий лучше всего раскрывается в деталях. Если эта голова, допустим, у меня 18 сантиметров, первоплановая, то фигуры первого плана практически в натуральную величину. Вот 160 сантиметров вот эта фигура. Впечатляют и другие цифры. 7,5 лет заслуженный художник России работал над этим полотном. Начинал, так как я писать, с центральной части. И в 2008 году, когда мне было 50 лет, я ее выставлял в центральную часть в выставочном зале. Перерывы? Они, конечно, были. Да с полгода. Нет, вот когда перерыв, то тогда он как-то так уходит на дальний план. А когда тянет, тогда ничего не удержит. Тогда на машине едешь, и глаза бегают по сторонам, ищут. Ух, какой образ пошел. А тут перекресток, тут сзади сигналят. Проезжай, что ты там стоишь, чайник. А меня образ справа там заволновал. Покуда проехал, где-то затормозил, а он ушел в подворотню и не нашел его. Позади изучение исторического материала, экскурсия по оружейной палате. А началось все с посещения мемориала на месте Судьбищенской битвы. Это территория Новодеревенковского района. Здесь воскрешаются события начала лета 1555 года. Судьбищенская битва. Сражение, произошедшее 3-4 июля у села Судьбищи, между 7-тысячным отрядом воеводы Ивана Шереметьева и 60-тысячным войском крымского хана Девлет-Гирея. Победу тогда одержали русские воины. Их лица творец писал современников. Этот будет на открытии картины, будет вот Сережа на открытии стоит. Потом дальше тот узнает, но он уже был, видел, не приедет. Дальше вот из Курска художник будет, из Воронежа. Они себе в таком виде как? Видели, видели, конечно. Узнать себя среди героев многие смогут достаточно легко. Есть ли любимые образы? Да, говорит художник. Все. Если нелюбимый, я его беру, переписываю, смываю, переписываю и делаю, чтобы он стал любимым. А как же с нелюбимым персонажем я не могу? Он потом мне спать не даст. Много интересного происходит в одной гигантской композиции. Ее условно можно разделить на разные части. Это не конкретная ситуация сражения, это полифония временного действия. Понимаете, вот есть момент атаки, я условно называю правую часть. Центральная часть у меня за Русь святую. А эта правая часть у меня называется предстояние. В начале июля к 460-летию сражения работу выставят в Музее изобразительных искусств. Помимо масштабного полотна, представят этюды, эскизы, наброски, композиции, образы ратников, а также фотографии первых зрителей. Такого в Орле точно еще не было? Да такого нигде еще не было. Наталья Пехтерева, Павел Джамабаев, телеканал Первый областной.